Доброе утро, дорогие друзья! Открываю сегодня утром интернет и все пестрит. Деньги. Хочешь заработать денег, тебе предложат бизнес-план, как это сделать, стратегии, научат, разведут и так далее. Такой лохотрон на тему деньги. И у человека включается внутренняя, может быть, жадность, может быть, чувство безопасности, чувство защищенности и так далее. Там много программ под слово «деньги подвязано», которые у нас идут в спайки. То есть, например, безопасность и деньги практически у 90% человечества – это одно и то же. Хотя бы надо признать разницу между тем и другим. Но это есть. И сегодня на этом построены очень многие тренинги, очень многие такие моменты обучающие. И не только обучающие, вообще в бизнесе точно так же за это цепляется. И вот думала-думала, как внести ясность, чтобы убрать вот эти высокопарные понятия «деньги – это энергия», «деньги», «деньги», «деньги» – это деньги. И если вот я сейчас дам образ такой, который на якорь будет включаться у вас, кто будет смотреть это видео, и помогать распознать, да где же все-таки лохотрон, да? Где все-таки идет подмена понятий на том уровне, чтобы вам втюхать то, что вам не надо. Например, я сейчас сижу в Минске, да, и ставлю целью как-то добраться в Москву. Я не знаю, что мне там надо, но вот у меня есть такая, например, цель, да, и я должна быть в Москве. Следующее, что мне приходит в голову, как мне попасть в Москву. То есть я составляю бизнес-план. Я ищу, как я туда буду добираться. Я полечу самолетом, поеду поездом, автомобилем, телепортируюсь. Это все будет мой бизнес-план, как я туда буду добираться, да? И последнее, последнее, это средство, да? И что будет средством? Как вот эти вот все штуки передвигаются для того, чтобы туда добраться, да? То есть вот это средство, это деньги, я за деньги покупаю билеты, да? Либо заправляю машину, либо еще что-то, да? Деньги – это средство. Вот здесь у нас деньги. А поезд, самолет, они как идут? Шпалы, воздух и обеспечение технической части. Да, но я напишу шпалы для того, чтобы образ закрепился. Таким образом, смотрите, если мы посмотрим вот просто на эту схемку, то становится очевидным, что деньги – это всего лишь средство. Это всего лишь шпалы, шпалы. И когда вы ставите целью иметь шпалы, вы имеете шпалы, господа. Для того, чтобы оказаться в Москве, надо ставить целью быть в Москве. Но между шпалами и Москвой есть разница? А скажите, пожалуйста, когда вы составляете бизнес-план от ума? Я понимаю, что это с одной стороны, вы погружаетесь в свой внутренний мир, ну, если хорошо его составлять, что-то изучаете, что-то познаете, это прекрасно. С другой стороны, как вы себя, если вы жестко следуете бизнес-плану, ограничиваете? У вас есть только поезд на Москву, самолет, автомобиль и телепортацию вы уже отбросили. А у вас может случиться, что в это время едет сосед, который значительно быстрее доберется туда и завезет вас бесплатно. Мы тогда выкидываем провидение, мы тогда исключаем интуицию, мы тогда исключаем работу бессознательного. И бессознательно, и Бог смотрит на это и говорит, ну, офигеть, ну, ладно, хочешь так биться башкой об стенку, бейся. Это же твоя воля. Мы же здесь как-то с тобой в одном союзе. Итак, господа, когда вам говорят, нужны ли вам деньги, замените. Нужны ли вам шпалы? Если вы идете по пути своего предназначения, если вы идете по пути своей творческой реализации, все остальное сопровождение у вас обеспечено в том объеме, которым вам надо. И деньги тогда становятся вторичными. Вторичные они просто есть. Шпалы они просто есть. И вы никогда не думаете о них, когда вы ставите целью оказаться в Москве. Смените приоритеты у себя в сознании, и в вашем кошельке сменится количество денег. Они просто есть. Всегда. Не они являются целью, поверьте. При раскрытии вашего внутреннего потенциала они просто есть. С вами была я, Наталья Зайцева. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok